Короче говоря, мысли вслух. Это была спокойная размеренная среда. Я спокойно размеренно стоял посреди комнаты и дышал свежим воздухом. Как здорово иногда выбираться куда-нибудь, чтобы просто подышать. Надоело всё время на улице вдыхать эти газы. Действительно, надоело. Надо бы ещё как-нибудь подвигаться. Принялся двигаться. Двигался в сторону кухни. Начал готовить себе обед. И зачем-то проговаривал все свои действия вслух. Взял кастрюлю. Налил воды. Поставил на плиту. Всё. Мой обед готов. Перекусил. Сказал сам себе, что обед такой себе. Пошёл обратно в комнату. Но осознал, что даже это действие проговорил вслух. А зачем? Попытался ни о чём не думать. Но садясь на диван, зачем-то произнёс. Присяду-ка я на диванчик. Мда. Пришёл Рома. И нахрена он пришёл? Рома обиделся. Потому что и это я сказал вслух. Сделал это непроизвольно. Рома предложил пойти на улицу, посидеть на лавочке и пообсуждать прохожих, как мы любим. Я с удовольствием согласился. Мы пришли в парк. Сели на скамейку. Прохожих не было. Поэтому мы начали обсуждать друг друга. Рома намеренно. А я не специально. И говорил правда только то, что о нём думал. Роме это не нравилось. Потому что он уже давно перестал носить по трое трусов одновременно. Я заткнул себе рот и постарался ни о чём не думать. Рома спросил, что со мной случилось. Я хотел было ничего ему не говорить. Но вышло так, что я всё ему рассказал. Он ухмыльнулся. Напомнил, что сегодня вечером мы собрались с нашими друзьями сыграть в мафию. А как я буду играть? Я же все свои мысли озвучиваю. Рома сказал, что я уже подписал договор. И в случае невыполнения его условий я должен буду ему 10 тысяч. Вот же какой подлец. А я тупица, что подписал эту бумагу внезапно в 3 часа ночи. Похоже придётся играть. Тем более играть собирались у меня дома. Надо бы научиться держать язык за зубами. А то он постоянно выпадает. Очень неудобно. Мы вернулись домой. Через час должны будут приехать ребята. Мы стали готовиться. Рома репетировал роль мафии. Я репетировал роль молчуна. У Ромы получалось. А вот у меня нет. В дверь постучали. Я открыл. Там стояли друзья. Схренали так рано. Они офигели от такой грубости. Рома быстренько перевёл тему. Извинился за меня и пригласил всех в комнату. Я попросил его контролировать меня, чтобы я не ляпнул чего лишнего. И сразу сказал. Чай, кофе кто-нибудь будет? Хотя не, мне лень. Давайте поскорее сыграем и вы все уедете. Я снова заткнул рот руками. Но на меня уже все посматривались неодобрением. Рома наигранно рассмеялся. Сказал, что это у меня такая дежурная шутка. И я постоянно так говорю, когда он ко мне приезжает. Друзья кисло улыбнулись. Рома шепнул мне на ушко, что вечно прикрывать меня не сможет. Сделал чай и кофе ребятам. Я тем временем как никогда старался ни о чем не думать. Рома раздал карты. Я взял свою, но пока не смотрел. Глянуть все-таки нужно. Закусил губу и посмотрел на карту. Блин, я мирный житель, давайте пересдадим. Да ё! Друзья были недовольны. Но делать нечего. Мы перераздали карты. Я засунул тряпку в рот и посмотрел. Доктор. О, это же все в руки. Все посмотрели на меня. Женя спросил, что это такое. Я махнул рукой и показал жестами, мол, давайте уже начнем. Все взгляды перевелись на Рому. Он снова наигранно рассмеялся. И сказал, что это у меня такая тактика. Город заснул. Мафия сделала свой выбор. Пришла очередь доктора, то есть меня. Я открыл глаза. И сказал, что хочу вылечить Рому. Блин! Все проснулись и сказали, что со мной невозможно нормально играть. Назначили меня ведущим. Я раздал карты. Все уснули. Мафия просыпается. Мафия открыла глаза. А чё, сегодня нормальной мафии не будет? На меня шикнули. Мафия сделала выбор. Проснулся доктор. Вылечил. Город открыл глаза. Я сказал, что сегодня хладнокровно завалили Юлю. Она расстроилась. Я сказал, что ее было не жалко. Она заплакала. Мне дали леща. Я сказал, что было больно. И что выкинул бы из дома того, кто это сделал. Понял, что прозвучало это очень грубо. Поэтому ушел на кухню и заперся там. Прошло пять минут. Рома постучался и вошел ко мне. Я спросил, ну что там? Он сообщил, что ему пришлось обо всем рассказать друзьям. Как хорошо, что они свалили. Сидят тут со своими кислыми рожами. В проеме стояли мои друзья. Неудобненько. Они сказали, что я урод и ушли из квартиры. Мы сидели с Ромой и молчали еще пару часов. Периодически я думал о том, что я и правда урод и сообщал об этом Роме. Да не переживай, Серег. Ведь именно так и проверяется дружба. Я ведь остался с тобой, несмотря ни на что. Да кому ты вообще нужен? Иди отсюда со своим мнением. Да пошел ты. Все равно останусь тут. Придурок. Короче говоря, мысли вслух. Пять видео за неделю. Как вам такой марафон? Хотите, чтобы мы выпускали видео так же часто? Мы просим вас всего лишь изменить нашу статистику. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и рассказывайте своим друзьям. И видосы станут еще интереснее. Ну а пока спасибо за просмотр и ждем тебя снова.